Такое есть нельзя. Кто там? Вот молодец! Чаще всего щенок перестает бояться. Давай не бойся, Юмичу, ждать. Мы уже знаем команду ждать. А также я сама лично позвоню им, пообщаюсь с ними, и они смогут задать свои вопросы. Хай, ты на канале Magic Family, я Аня, и со мной мои собачки, а также очень много других питомцев. И сегодня, ребята, это видео будет про Юмичу, моего щеночка Чихуахуа-девочку. Ей уже больше полгодика, и сейчас у нее настал тот период, когда ей нужно как можно больше узнать об окружающем мире. Это называется социализация, то есть ей нужно общаться с разными животными, собаками, людьми, а также видеть какие-то необычные вещи, чтобы впоследствии не стать собачкой-трусишкой и ничего не бояться. Так что сегодня будет очень классное видео про приключения Юмичу в деревне, ее познание мира. А ты подписывайся на наш канал, если ты тут впервые, и мы начинаем. Так как Юми живет с Эйвеном Софи и Мишей, с Чихуашками, с такими же маленькими собачками, как она, она, конечно же, к ним относится абсолютно нормально. Точно так же, проведя некоторое время с большими собаками, вильшкорги-кардиганами, ланкаширскими хиллерами, борзыми, Юми к ним уже привыкла и тоже общается с ними вполне хорошо. Кроме как с Элаем, с ним у них свои терки, потому что Элай тоже, по сути, щенок. Он всего лишь на месяц старше Юми, просто он большой, потому что он совсем другой породы. И он тоже умеет молиться. Если вначале, когда Юми только начала общаться с собаками, она со всеми ругалась, пыталась драться и выделываться, и показывать тот тут главный, то сейчас Юми уже к ним привыкла и сдружилась с ними. И сейчас для Юми будет очень полезно познакомиться с чем-то абсолютно новым для нее, и увидеть то или того, кого она никогда еще в жизни не видела. Софи, видимо, хочет пойти в поддержку Юмичу. Заходи, Софи. Юми, сейчас Юми находится на территории, где живут гусята маленькие, а также курочки и цыплятки, и цесарки. И сейчас мы ее попробуем познакомить с ними, то есть показать ей их. А вы ждите, ребята. Юми уже с интересом очень на них реагирует. Юмичу как будто бы не хочет заходить. Давай, пошли. Что, ты боишься, что ли? Что такое? Юми изучает территорию, где живут гусята. Конечно же, здесь новые запахи для нее, что-то необычное, и ей все это интересно. Но она еще пока не обратила внимания на самих гусят, которые вот там вот находятся в воде. Юми нашла их еду. Юми, тебе такое есть нельзя. Я ожидала, что это Юми сама испугается гусят, но это гусята впервые испугались ее, поэтому мы не будем создавать им сейчас лишний стресс. Я приучаю Юми ждать по команде. Я сейчас посадила ее на пенек, она сидит на пеньке и смотрит иногда на гусят, но особо на них не реагирует. У нас есть еще большая красивая курица с маленьким цыпленочком. Он, правда, вот туда вот запрятался, его почти не видно. Они живут вдвоем. Мама выращивает своего ребенка. Все наши домашние птицы, цесарки, курицы, петухи прекрасно уже знают, что такое собаки и кошки. Они к ним привыкли и уже никого не пугаются. Вот посмотрим, испугается ли их Юми. Кто это? Кто это? Потому что сейчас для щенка в ее возрасте очень полезно видеть что-то необычное, что-то новое, знакомиться с миром. Щенка в возрасте Юми очень полезно бывать в самых разных неизвестных для нее местах, в том числе преодолевать препятствия, решать какие-то задачи необычные. Это не только развивает щенка как личность, развивает ее мозг, но также дает ей понимание о мире. И учит ничего не бояться и не быть трусишкой. А чихуашки, в принципе, очень склонны к этому. Прыгай сюда. Юми, давай. Давай. Вот молодец. Юмичу, давай обратно. Вот молодец. Когда щеночек Юмичу та же самая боится в первый раз, то попробовав это что-то, попробовав сделать это точно так же, когда она узнала впервые собака, потом пожила с ними, она перестает бояться. И на второй раз у нее уже все получается. То есть нужно всего лишь несколько раз повторить одну и ту же ситуацию, и чаще всего щенок перестает бояться. Боится она, получается, скорее от незнания, что же это такое. А потом, когда она понимает, что это не опасно и не страшно, и хозяин ее поддерживает, она бояться перестает. Иди сюда. Молодец. Я заметила, что если собаки все пьют из тазика, то Юми почему-то боится подойти к этому тазику. То ли ее пугает форма, величина, то ли что, я не знаю. Но сейчас мы попытаемся Юми объяснить, что это абсолютно не страшно, и можно не бояться и подходить и пить. У меня есть лакомство. Юми-чу, иди сюда. Иди попей водички. Давай, не бойся. Вот, молодец. Даже за то, что Юми хотя бы коснулась носом воды, нужно ее уже похвалить. Вот Софиша и все остальные собаки пьют, не боясь. Иди сюда. Давай, не бойся. Не бойся. Это просто тазик. Ай, молодец, Юми-чу. Молодец. Я считаю, что любую собаку нужно научить реагировать на заходи и выходи, чтобы собаки не вперед вас бежали в дверь, а ждали, когда вы разрешите им зайти и выйти. И в том числе и это мы тренируем с Юми. Относится к развитию дрессировки и преодолению препятствий. Особенно, если, например, есть какие-то двери, которых Юми дома уже не боится, она к ним привыкла и все нормально. А вот есть места, куда выходить или заходить, страшновато. Эй, Ван, Софи. Софи, выходи. Вот Юми, молодец. Молодец, Юми-чу. А теперь обратно. Заходи. И вот заходить уже Юми не хочет. Давай, заходи. Давай. Вот, молодец, не страшно. Юми-чу, ждать. Мы уже знаем команду ждать. Вот, молодец, ждать. Молодец. Чем больше новых ситуаций, новых знакомств, новых мест для щеночка в юном возрасте, тем более он становится сообразительным, более послушным, самое главное, и меньше боится. А также, ребят, вы очень просили сделать конкурс на корм платином, который кушают мои собаки. Это очень уникальный и новый продукт, совершенно не такой, как все корма. Так что с сегодняшнего дня мы с кормом платином решили провести вкусный и полезный розыгрыш для владельцев собак, кто также, как и я, заботится о здоровье своих песиков. Розыгрыш продлится до 11 августа. 11 числа мы подведем итоги и выберем случайных победителей. А также я сама лично позвоню им, пообщаюсь с ними, и они смогут задать свои вопросы. Первое место 10 килограмм корма платином, второе 5 килограмм и третье 3 килограмма. Доставка, конечно же, за наш счет, а условия супер-мега простые. Быть подписчиком нашего канала Magic Family, а также для ВКонтакте подписаться на нашу группу и группу корма платином, сделать репост записи о розыгрыше и закрепить ее у себя на странице, чтобы я могла найти ее. Для инстаграма вступите в наш инстаграм и подписаться на аккаунт корма платином и сделать репост фотографии о розыгрыше к себе в аккаунт с хэштегом платином док. Опять же, чтобы я могла вас найти, ссылки на розыгрыши я оставила в описании к видео внизу. Всем удачи! Подписывайтесь на канал, на канал моих говорящих животных и пишите обязательно в комментариях, про что еще вы хотите увидеть ролики и про кого. И скоро увидимся! Пока! Пока!